итак друзья всем привет опять honda но сегодня у нас вот такой аппарат nt 1100 с автоматической или автоматом как и называется шальт автомат по немецки 10 и посмотрим как она едет тут короче целый компьютер стоит туда компьютер планшет такой заезжает не знаю сколько секунд еще не въехал секунд 15 20 ждать надо ладно поэтому проедусь потом короче да вот на ok кликаем ну и поехали сейчас проедусь расскажу а это что тут капец ладно посмотрим что представляет итак друзья коротко остановился взял как бы прокатиться вот такой аппарат ну что вам сказать значит аппарат грубо говоря не для меня значит объясню почему во первых вот эта коробка она переключает как хочет значит все ее очень хвалят но я не знаю у меня есть скутер 400 кубовый он плавно разогнать здесь какие-то клацанья в общем происходит в общем есть честно говоря мягкость переключения дергания не понравились вот многим нравится это значит мне нет это дело вкуса наверно значит потом значит ну что здесь сказать 17 17 дюймовые колеса да у нас стоят это в принципе туринговая машина спорте говорит здесь я думаю не стоит потому что честно говоря я здесь переключал здесь у нас есть мод моду скучается мэпс спорт значит переключается на меню менюшкой вот здесь вот это просто караул вот здесь вот запутаться можно сколько кнопок значит мне вот это вот все не нравится я покажу просто для сравнения на моей африке литровый как там просто все значит но может люди хотят такое иметь но мне честно я честно скажу я сейчас поворачивал да я первый раз ездил на этом аппарате и вот ты едешь смотришь как бы сверху вниз и где здесь поворот то есть я сперва думал что вот это поворот это не поворот как бы да это переключает вот это здесь меню дисплея да поворот оказался вот под этой ступенькой внизу вон где тут же расположены лепестки переключения плюс-минус десяти коробки потом значит здесь регулируемое лобовое стекло значит он у нас регулируется поднимается вот сюда значит вот смотрите для того чтобы вот я сел мне ничего никто не рассказывал он сказал что вот заводишь положение дорожное и спорт д и с ну и все такое значит он мне не сказал например как поднимается стекло я до сих пор не знаю как она поднимается значит есть скутер у него стоят кнопка вверх кнопка вниз как бы да то есть ты стекло вверх вниз опускаешь или то есть вот на форце хонда форца здесь я вот сел я не знаю как его или силой поднимать тут надо механически не знаю как он поднимается друзья верьте нет значит вот так чтоб все сразу и поехать нужно наверно талмуд изучать честно скажу ну что еще тормоза здесь неплохие все в остальном значит у нас стандартная 120 спереди резина сзади сто восьмидесятая весь этот аппарат этот двести пятьдесят два килограмма очень очень тяжеловать немного то новая 2022 двадцать третьего года у вас здесь у нас что здесь у нас двенадцати вольтовая розеточка и уэсб розеточка там где-то она спрятана ну да вон она видна они залезли ну что ручник у нас стоит на заднее колесо так что вот у меня уже показывают нет бензина далее прокатиться ребята без бензина значит ручка ручки руль здесь значит довольно широкий очень удобно нету для туринга как бы да сделан аппарат нету защиты руле но видимо вот эти лепестки как-то отбивают помогают да подвеска у нас регулируется вот только слева это не полностью электронная подвеска это обычная значит здесь по похоже регулируется только преднотяг больше ничего значит а сзади у нас а сзади у нас ручка регулируется преднотяг ну и должно быть наверное отбой где-то регулироваться где он регулируется может быть снизу где-то амортизаторы не знаю не могу сказать но так на первый взгляд не видно на африке видно здесь не видно ну что еще насчет расход у него в принципе вот я сейчас ездил 5.2 литра у меня вышел правда я проехался сколько немного 20 километров вот так можно переключать здесь вверх-вниз вид дизайн дисплея заправлять можно и пятым и десятым в общем аппарат так он в принципе удобно неплохой но я не знаю мне африка больше нравится честно говоря на мягче как-то и я вам скажу у меня литровый аппарат он по разгону лучше идет не поняли чем это связано чем это на спорт как бы варианте да на спорт мэпе в общем а на д он вообще как-то тупой идет тут туповатый в общем то не знаю может это связано с европятым фиг его знает пишите в комментариях если кто знает кто на нем ездил кто имеет его значит темпомат у нас есть и райт байвая то есть беспроводные у нас как бы вот это мне честно говоря не нравится беспроводный потому что он регулирует на газ не всегда адекватно отвечает хотя сейчас очень модно как бы да но требование евро 5 по что без него темпомать не поставишь но не знаю мне он не особо нравится может старой формации я мотоциклист друзья так вкратце что еще сиденья очень удобная могу сказать сзади не знаю как потом багажник у нас есть уже сразу сюда можно плату поставить и какой-то гиви топ кейс ну что и все это верно так вкратце да вот то что я вот сел и поехал что могу я сказать и в общем то аппарат кстати чувствуется тяжеловато то есть вот так вот когда садишься и его там качаешь немножко да он как-то тяжеловато чувствуется немного ну видимо вес все таки никуда не денешь на на езде то есть когда ты на ходу да когда ты едешь то прекрасно то есть нормально друзья в общем пишите в комментариях как вам этот аппарат вообще интересно взяли бы вы себе такой да и для каких целей ну на этом буду заканчивать опять еду отдавать аппарат вот посмотрим я вообще хотел взять с десяти африку но похоже десяти у меня не будет может скорее всего следующая африка будет обычной коробкой только с квикшифтером и блипером вот такие дела все всем привет будьте здоровы все а я еду отдавать друзья еще бонус тест на звук ну вот так где то друзья еще один короткий бонус АДФАУ или ЭДВИ 350 вот такой вот тоже от хонда это будет специальный репортаж мне он очень понравился кстати советую тоже всем попробовать его а я сейчас еду его тоже отдавать и репортаж будет в следующем выпуске всем привет